Привет, друзья! Это канал Music Market, меня зовут Иван Захаренко. Сегодня к нам на обзор попала гитара французской компании LAK, модель T70DCE. Готовы? Поехали! Итак, давайте прежде всего расскажу о материалах, из которых изготовлен данный инструмент. Верхняя дека сделана из массива ситхинской ели, дает замечательно яркое звучание. Обечайка и задняя дека сделаны из дерева, похожего по своим свойствам на махагоне, оно называется сапеле. Гриб сделан также из дерева, похожего по свойствам на махагоне, из тропической каи. Ну и накладка сделана из палисандра. Ну и вообще стоит отметить, что французы очень много уделяют внимания деталям в дизайне. Только посмотрите на эти формы, какой красивый в целом внешний инструмент. Очень мне нравится вот эта часть перо, помимо того, что она сделана в черном стильном цвете. Здесь еще есть очень классное углубление в дереве. Литые колки также в черном цвете отлично держат строй. Графитовые порожки, которые защищают нас от лишнего дребезжания струн. Также уже со старта в этом инструменте установлены пуговицы, для того, чтобы вы могли повесить гитару на ремне, вот в этой части. И здесь она есть. То есть очень удобно для того, чтобы играть стоя на инструменте. Вот здесь даже колышки сделаны в черном графитовом цвете, чтобы все сочеталось и гармонировало друг с другом. Ну и посмотрите, какая красивая окантовка розетки. Очень красивый рисунок. В общем, одно заглядение, а не инструмент. Давайте проверим, так ли хорошо он звучит, как выглядит. Музыка 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 Итак, как вы могли уже заметить форму данной гитары. Дреддноут. Стандартная, классическая, привычная форма. Естественно, это отражается на звучании. Это дает нам более басовое, такое объемное и глубокое звучание. Ну и касательно размеров инструмента. Если вы никогда не держали в руках гитару формы дреддноута, вы должны знать, что это достаточно большая сама по себе гитара. Больших размеров. Поэтому, если вдруг вы, скажем, хрупкой комплекцией и ищите себе форму, которая будет поудобнее, то у лаг есть очень похожая электроакустика формы аудиторием. Вот здесь вот оставлю ссылочку на наш обзор на эту гитару. Ну и один из явных бонусов данного инструмента, это вот этот вот вырез. Сам раньше никогда не использовал их в игре, но оказывается, что жизнь за 12 ладом действительно существует. И поэтому, если, скажем, музыка, которую вы исполняете, содержит в себе какие-то высокие позиции, которые находятся за 12 ладом, то обязательно рекомендую. Вот этот вырез облегчает жизнь. Действительно, играть становится намного проще. Играет музыка. Ну и поскольку гитара у нас электроакустическая, нельзя не рассказать про систему звукоснятия. Стандартный пьезоэлемент под бриджем. Ручка громкости, трехполосный эквалайзер, индикатор заряда батарейки. Кнопка, позволяющая переворачивать фазу. И встроенный тюнер, который, конечно же, добавляет удобства при настройке инструмента. Сейчас давайте послушаем звуковой пример без микрофона, снятый только на звукосниматель, чтобы послушать, как работает гитара в подключении. Играет музыка. Субтитры создавал DimaTorzok Итак, друзья, что можно сказать про этот инструмент? Отличная, хорошая, надежная, добротная и, что самое главное, очень красивая электроакустика для любителя, либо начинающего профессионала. Верхняя дека сделана из массива ели, то есть сразу же у вас есть глубокое, серьезное звучание, это не какой-нибудь там шпон. Очень хороший звукосниматель, который выполняет все свои базовые функции, есть встроенный тюнер, очень удобно. Ну и самое главное, на мой личный субъективный взгляд, очень красивая, продуманная до мелочей в дизайне гитара. Если вы так же, как и я, любите инструменты еще и за их внешнюю красоту, не только за звучание, то этот инструмент просто создан для вас, всем рекомендую. Пишите обязательно в комментариях, как вам этот инструмент, возможно, вы держали его в руках, поделитесь своим мнением, нам будет интересно. Ну и увидимся уже в следующем видео. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok